Второй раз выхожу замуж. Можно ли лишить прав родного отца? Моя жена взрывается по каждому пустяку. Превратилась в настоящую истеричку. Я финансово тяну на себе всю семью. Нет больше сил. В эфире служба спасения семьи. И сегодня мы вместе с Иреем Василием Лосевым и семьей Михаила и Светланы Варгуль-Невскими будем отвечать на ваши письма и звонки. Вы можете отправить письмо на наш электронный адрес или по номеру телефона. А мы постараемся вам помочь. Отец Василий. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дружная семья. Здравствуйте. Варгуль-Невский. Нет, Невский понятно почему. Такие крупные, солидные. А Варгуль? Это откуда? Наоборот как раз. Наоборот? Да. Невский у нас это Светлана. Да. И, соответственно, Коля. Николай. Да, как первенец, так сказать. И папа у вас зовут Александр Невский. И папа у меня зовут Александр Невский. Это был завет папы, чтобы старший его внук носил его фамилию. И так получилось, что Коля носит фамилию Невский. Наверное, когда мальчишки один за одним рождались, вы были рады, потому что такую миссию семьи исполняете. Да, обязательно, конечно. Это, в принципе, радость. И каждый раз, когда... Сейчас, секундочку. Как раз, когда мальчишки рождаются, то потом не хватает как раз таких вот маленьких, когда они чуть подрастают. Потому что вот это вот как раз, когда они растут, да, только начинают разговаривать, радуются, еще что-то. Это прям вот каждый раз по кругу и снова радость. А как вы познакомились? Вообще очень, ну, такой сложный достаточно путь был совместный. Познакомились мы онлайн. Да. То есть мы вдвоем общались в чате сначала, потом встретились уже... Оба жили в Москве. Встретились уже офлайн. Вот. И потом, ну, как-то мы очень быстро, да, поняли, что мы не можем жить друг без друга. Ну, правда, тенденции того времени диктовали определенные условия, да, то есть это жизнь не в браке, да, то есть это вот как бы сначала ребенок, потом уже брак. То есть у нас вот сложилось таким образом, что сначала у нас появился Коля, потом мы поженились, потом у нас появился Ваня, потом мы повенчались, потом у нас появился Добрыня. То есть у нас такое, такие этапы же семьи, когда вот мы там дорастали до определенного этапа, да, то есть наша семья, наша духовность, наше развитие, там, построение семьи, наши ценности, да, тоже вместе с нами росли внутри семьи, то есть, и поэтому вот они в определенный момент... Ну, надо сказать, что ваша семья переживала те же этапы, что и наша страна. По сути, да. Сколько, 23-24 года вы вместе, да? Да. Вот как раз и страна наша переживала все это, да. Не модно вдруг стало брак заключать, надо так пожить, для себя пожить, присмотреться, попробовать. Ой, да и сейчас этого много, к сожалению. Нет, но сейчас, дорогая моя, хотя бы мы можем прочитать, что такое духовно-народственные ценности, правда? Конечно. А тогда и негде было прочитать. В 809-й указ, да, это очень хорошая вещь. Ну, конечно, человек, наверное, в жизни не указами руководствуется, а верением своего сердца. И я думаю, что вот в вашей жизни, наверное, подошел такой момент, когда вы друг другу сказали, что-то, наверное, не так, надо все-таки расписаться, чтобы это честно было. Да, это было именно так, да, то есть мы пришли к тому, что, да, мы уже повзрослели, нам уже нужно и важно, чтобы все было правильно, да, что дети должны расти в семье. Дети должны понимать, что они защищены не только с точки зрения того, что у них есть вот фактически мама и папа, да, но и с точки зрения там юридической, да, тоже. К этому мы тоже в определенный момент пришли. И вот потом уже мы поняли, что духовность очень, как бы, да, то есть она начала расти в нашей семье, да, вместе с детьми они, как бы, начали во все это погружаться, да, и вот мы тоже созрели к тому, что наш брак должен быть благословлен не только на земле, но и Господом. Венчались? Да. Да. Вот как раз перед тем, как у нас появился Добрыня, мы обвенчались. У семьи один духовник. У нас так получилось, что мы жили в Железнодорожном, это город Балашиха сейчас, Московской области, и там посещали Троицкий храм в Павлино, вот, это как раз у нас был духовник, отец Лазарь, он нас и венчал, и он крестил Добрыню. Потом мы переехали, и так получилось, что вот у нас мы начали ездить в другие приходы, да, то есть мы, и сейчас мы посещаем песчаный храм на Девятой Парковой. И наш духовник сейчас благочинный рождественского округа, отец Иоанн. Подождите, ну вообще в вашей семье есть даже новомученик, да, кто-то в роду, священно-мученик. У меня все, заканчивая моим прадедушкой, были священнослужителями. Невские, да? Да, Невские, да, и Виктор вот как раз был последний у нас приход в Тверскую губернию, до сих пор дом, который принадлежит там моим родственникам, они мне сейчас, ну, можно сказать, очень далекие родственники, да, потому что у отца Виктора у него было 13 детей, то есть, да, и вот у нас очень большая семья Невских. Михаил, откуда такое терпение? Я смотрю, как Добрыня выщипывает волосики на пальцы и кожу снимает потихонечку. Ничего страшного. Ну, Миша сидит спокойно. Да, Дубрику можно. Он как раз заодно отвлекается, не переживает. Откуда такое имя необычное, Добрыня? Как-то мы искали какую-то нейтральную вещь, то есть, пока он еще был, скажем так, в животике, да, думали, что и как. И как-то вот сошлись в итоге на Добрыне. И у Светы был знакомый, то есть, она тоже так общалась, она говорит, ну, Добрынь даже не знаю, как ласкательный называть. И он говорит, ну, как? У меня, говорит, родители сядут Добрик. Все, и оно как-то так пошло и прикипело. Мы его называем Бобром. Потому что Добр-Бобр. За что? Он Добрый сам. Да, еще есть такой мультик Добр-Бобр. Добрый сам. Поэтому его так называют. Ну да, когда он начал грызть все подряд, прозвище прилипло. У нас такая семья активная, и мотоциклы, и помощь ребятам на СВО, да? Вы как-то вместе все это делаете? Да, постоянно. Это началось, на самом деле, случайно, когда еще Коля был маленький, ездили на Юг, и там как раз пересеклись с сотрудницей детского дома из Рязани или еще откуда-то. И, соответственно, с ней пообщались, она дала некую обратную связь, как, что у них происходит, что зачастую даже не хватает там, ну, и какого-то питания, памперсов, еще что-то. И, соответственно, вот эта история уже прониклись, и в компании организовали вот этот вот сбор. То есть где-то там в районе, наверное, 5-6 машин мы туда загрузили и съездили, отвезли. То есть вы взяли шерсту над ними? Нет, скажем так, мы просто помогли на тот момент. Вот. И у нас таким образом начался наш путь. И вот мы жили в железнодорожном, скорее, можно сказать, мы не то, что шерсту взяли. Михаил вступил в мотоклуб, и мы посещали на постоянной основе дом ребенка в железнодорожном Непоседе назывался. То есть устраивали праздники, помогали какими-то вещами, там, и материально собирали постоянно, да, то есть были активными участниками различных там волонтерских движений. Ну вот. Ну вот как-то так это было. Тут должен быть какой-то секрет в этом месте, потому что женщина, которая только недавно родила ребенка, да, и тут она и на работу выходит, и начинает помогать детскому дому. Откуда вы силы брали? На мотоцикл садиться? На мотоцикле я с 15 лет. Вот. А когда вы Михаила приучили? Ну, можно и так сказать, да. Вовлияла. Вовлияла, да. Душа к этому, конечно, тянулась, но... Она говорит, хочешь быть, со мной садись? Решающим был почти, да. В седло. Да, да. Практически так и было. Ну, одно другому не мешает увлечение мотоциклами, это, ну, просто любовь к виду транспорта, да, то есть я в свое время сама чинила эти мотоциклы, мне было интересно. Вот. А что касается сил, ну, как раз я черпаю это в семье. Веря, Ванечка, мы тебе дадим. Дадим слово, дадим. Дадим, обязательно. Ну, не знаю, наверное, это вот внутри семьи, да, как вот в свое время наш духовник, отец Лазарь, мне сказал, вы строите свою церковь внутри своего дома, да, то есть вы как бы... И вот эта вера, и этот дух семейный, да, вот эта поддержка всей семьи, она всегда дает силы. Дети – моя сила. Чем наши детей, тем больше силы. Говори, слово тебе. Говори, слово тебе. У нас вся семья интересуется мотоциклами, потому что Коля занимался, я занимался, вот, папа катается и мама катается. Отец Василий, вот прозвучала фраза, что вся сила, она из семьи, из детей. Чем больше рождается детей, тем даже у мамы больше энергии и силы это все поднимать. Я бы сказал, что это проявление, семья, дети, это проявление силы, а вся сила в любви на самом деле. Та, которая живет в семье, та, которая объединяет, потому что не было бы любви, не было бы ничего. И здесь как раз очень такое взаимное, это любовь, очень такое уважительное отношение друг к другу и ответственное самое главное отношение. Я даже думаю, что оно было еще и до брака, это ответственное отношение. Просто вот совместная жизнь, эта совместная любовь, она же друг друга еще и воспитывает и помогает понять некоторые вещи. Вот у нас сегодня люди рассуждают, что брак это не важно, семья это не важно, мы вот поживем, попробуем, не получим, разойдемся, но это уже не любовь. Это уже заранее самообман и обман друг друга. А когда люди понимают эту любовь, понимают они взаимную ответственность. Поэтому и семья, поэтому и дети, поэтому и сила. Я хочу к Коле обратиться. Коля, 22 года уже, взрослый парень. Ты думаешь создать семью? Да, конечно. Я сейчас уже около полугода встречаюсь с девушкой и мне все нравится. Родители одобряют? Конечно. Я их уже познакомил, мне она нравится. Да, хорошая девушка. Очень хорошая девушка. А чем она так хороша, Коля? Вот скажи. Она очень хорошо готовит. А чем же она хороша? Как песня? Она, наверное, хорошо еще понимает. Это точно. Вот это самое главное, чтобы не было никаких условий друг у друга. Вот если ты будешь иметь машину, квартиру, дачу, или ты, если будешь известным человеком, я за тебя выйду замуж. Если нет, замуж не выйду. Нет, у нас такого вообще не было. Когда нет условий взаимных, ведь любовь, она не знает вот этих условий. Даже можно на маму, на папу посмотреть, наверное, у них не было таких условий друг у друга. Точно. Кроме мотоцикла. Мотоцикл – это не условие, это приложение приятное. Друзья, у нас есть звонок в студию. Мы отвечаем не только на письма и беседуем в студии, но и на звонки. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я вас беспокоила в Санкт-Петербурге. Хотела спросить у вас, нужно ли разделять увлечения друг друга? И насколько важно иметь вообще хобби? Спасибо, Мария, за этот звонок. Как раз вот к вам вопрос. Это очень важно на самом деле, потому что по некоторым людям, по которым я смотрю, бывает так, что ему действительно нравится, потому что мотоцикл – это просто вид транспорта. Это все-таки некая воля, свобода, свобода мыслей. Субкультура. Крылья обязательно тоже с этим связана. И поэтому, конечно, когда твоя вторая планета этого не разделяет, а зачастую иногда я вижу, что и сопротивляется, это, конечно, накладывает очень много проблем. Потому что человек разрывается между тем, что просит его душа, и между тем, что, соответственно, хочет жена или еще что-то и так далее. Поэтому это, конечно, очень важно. И здесь, скорее, я обрел не просто жену, я обрел друга на самом деле. Потому что те вещи, которые у нас по жизни идут, которые у нас складывают, они достаточно такие яркие и могут прям расходиться в разные стороны. То есть мотоцикл – это то, на чем мы сконцентрировались и остановились прям очень сильно. А то, что еще в процессе проходило, те влечения света, которые я подключался, да, или наоборот, это прям вот всю жизнь нас, грубо говоря, с нами идет. А вы написали в письме, вот Михаил, по-моему, да, письмо в нашу программу написал, что супруга не ворчательная, а обнимательная. Да, это да. Мы всегда обращаем внимание, как супруги описывают друг друга. Это да, это она очень любит, то есть обняться. Да и, в принципе, детям тоже это передалось, потому что и Ваня, и Добрик, они очень обожают. Им этот контакт, он очень важен. То есть для них прям важно подойти, обнять, да, то есть хорошо или плохо, в любом случае, вот это вот прям тепло им дает этот заряд. И мне, естественно, она дает, да, с учетом того, что я все-таки в эмоциях более такой деревянненький, скажем так. Ну, как и все мужчины. Но четыре мужчины в семье, Света, где вы берете терпеть? На круг, и обнять их хватает на всех. Да, не знаю, это как-то само, ну, потому что в один прекрасный момент я поняла, что это моя жизнь, это мои силы, это мое вдохновение, это то, ради чего я живу. Да, и ну как я могу ворчать на то, что я люблю, и для меня это самая главная ценность. Вы знаете, это очень важно, вот эта обнимательность, так скажем, качество необходимой семьи, это очень важно. Потому что даже психологи говорят, что не меньше восьми раз в день надо обнять друг друга, и не меньше восьми секунд каждое объятие должно быть. Вот тогда только прочувствовать. Это юридическое точность чувствуется, да. Тоже проявление любви. Когда человек не любит, еще он не будет обниматься, ведь. Вот. И это очень важно, когда тебя любят. Вот обнимательность, это хорошо, но она хорошо для того, кто обнимает, да, это выражение любви, выражение своего состояния, выражение отношения. И очень важно для того, кого обнимает, потому что он знает, что что бы ни случилось, что бы ни произошло, его сначала обнимут, а потом спрашивать будут. Я бы недавно прочитал, что там вот на Западе, там, который нам не указывает, например, даже профессия такая есть, которая платит деньги, обнимальщик. То есть тебя не обнимают в семье, тебе нужно? Звонишь, он приходит за деньги и обнимает. Я думаю, что это не работает. Нам этого не надо, у нас есть обнимательные жены. Были платныещики, стали обнимальщиками. Обнимают не за деньги, а за любовь. Если ты любишь человека, то ты его обнимаешь. Устами младенца заволит истина. Это точно. Жены обнимательные есть, а есть жены, которые взрывательные. Как раз по этому поводу письмо наше следующее, которое мы обязательно отходим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, пожалуйста. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем зачитывать ваши письма, принимать ваши звонки и отвечать на них. Ну вот, как мы и говорили до перерыва, что жены бывают обнимательные, бывают и взрывательные. И вот как раз об этом письмо. Моя проблема в том, что больше не могу терпеть характер жены. Она постоянно кричит и взрывается по каждому пустяку. За 8 лет брака превратилась в истеричку. Развестись не можем, двое детей, 4 и 2 лет. Она и на них кричит иногда. Но я перестаю испытывать хоть какие-то чувства к ней. Мне хочется скорее убежать из дома, потому что она невыносима. Было у кого-то такое? Дайте совет. Владислав, 35 лет. Конечно, было, Владислав. У многих это было. Но просто надо понимать, что жена взрывается не просто так. Ведь есть какая-то причина. Это не просто раздражитель внешний. Есть и внутренняя причина. А причина всегда в двоих. Конечно, где двое собрались во имя любви, там и причины возникают. Я вспоминаю слова одного старца, святого человека. Он говорит, ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая жена, а ты готов стать хорошим мужем. Ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие дети, а ты готов стать хорошим отцом. И здесь надо, наверное, задуматься, потерпеть друг друга. Тяготы друг друга носите и так исполните закон Христос. Вообще в семье нет ничего невыносимого. И супруги всегда вот так как-то Господь устраивает, что они всегда достойны друг друга. Это, как говорят, два собака пара. А почему? Потому что один где-то медлит, другой подгоняет. Один подгоняет, другой медлит. Или один ругается, а другой, может быть, немножечко грешит. Чуть больше. Ну, семейных вопросов каких-то. Где-то внимания не оказал. Где-то не убрал за собой. Простите, там носки раскидал, зубную пасту не закрыл. Всякое в жизни бывает. Что-то, может быть, и раздражает. Но ведь супруг-то тоже терпит его. Она ругается-то ругается, но разводиться-то не собирается, наверное. Он говорит, невозможно развестись. Правда, причину называют детей, но никогда дети не были причиной. Он говорит сейчас со своей стороны. А вот что думает супруга, мы не знаем. Но на самом деле здесь ситуация обоюдная, мне кажется. И решать ее надо вместе. А начинать надо с терпения, конечно. И с любви. Вспомните, как вы когда-то встретились друг с другом. Вспомните, как пошли на первое свидание. Вспомните, как дарили цветы. Как обнимашки у вас были тоже, наверное, в семье. Вот. Может быть, надо почаще обниматься, посмотреть на наших гостей. Вот. Это тоже совет. Чаще обнимайтесь. Чаще говорите друг друга, как вы друг друга любите. Вот. Чаще делайте друг другу какие-то приятные моменты. И может быть, ворчание это нос не зайдет на нет. А потом часто бывает так, что вот человек ворчит, возмущается. Какая-то ситуация. А посмотришь, да, ничего не стоит эта ситуация. Может быть, и не стоило ворчать. Но все-таки бывает у вас такое, что и вы ворчите, не всегда обнимательные. Конечно. Обязательно. Это особенно, скажем так, в любом случае обиход, да, то есть он в свое время все-таки как-то убивает, да, потому что и дети рождаются, да, и они тоже внимания требуют, и им надо уделить. Но в этом плане всегда находишь какие-то силы. Кто-то все равно начинает разговор, да, в плане того, что, ну, мог не так сказать, мог не так выразиться, не так наотмашь сказать, что-то ляпнуть или действительно что-то где-то разбросать. И потом это как бы приходит. То есть первое, что эмоции. Эмоции, когда утихают, начинается общение. Да, мне не понравилось. Да, ну, как бы, с этой извини, действительно там что-то не так сделал. Если вы считаете, что ваш партнер неправ, усмирите свою гордыню, попросите у него прощения. Ну, это очень хороший рецепт, действительно он работает. А я бы, знаете, еще Владиславу 35 лет от роду посоветовал удивить свою жену. Потому что у вас уже как бы такая рутина. Она ворчит, вы там реагируете, соответственно, и это из-за дня в день все. Повторяете, повторяете. Удивите ее. Вот пройдите такой эксперимент. Проживите один день так, чтобы она вообще ни к чему не могла придраться. Вот попробуйте просто. Вы же мужчина, вы все можете, правда? Ну, иногда, знаете, нужно жену отпускать одну, там, не знаю, маникюр сделать, да? Прямо поддерживай на 200 процентов. Потому что у нас у недавнего товарища родился первый ребенок. И что ты посоветовал, Миша? Да, это самое первое, что он говорит, я теперь на работе отдыхаю. Я говорю, ты точно отдохнешь. Но в выходные, когда ты будешь возвращаться вечерами, да, ты обрати внимание. Потому что первое, на чем начнете, скорее всего, ругаться, это как раз то, что она устанет. Потому что у нее работы нет, ей переключиться негде. Грубо говоря, это постоянно дети, дети, дети. И действительно, он возвращается и говорит, да, я там и с ребенком провожу время, и гуляю, и отпустил участный маникюр. И все у них, в принципе, хорошо. Еще один совет. Иногда бывает так, что папы мало внимания уделяют деткам. Мама с детьми, с детьми, с детьми, а папы, к сожалению, мало уделяют внимания. И вот иногда супруги, они, вот это является фактором таким, чтобы немножечко упрекнуть, раздражиться. Надо иногда брать детей на себя. Папа просто нужен в жизни детей. Иначе потом вырастают мальчики, и мы получаем письма, что мальчик не мальчик, распускает нюня. Нюня, да, было у нас такое. Нюня, как выбить из мальчика нюню? Мама спрашивает. Выбивать не надо. С этим, к сожалению, мы сталкиваемся сейчас вот прямо в школах, в детских садах. И эти мальчики нюни, они у нас очень в нынешнем поколении, да. И тут даже дело не в том, что нет папы, да, бывало, там, зачастую проблему искали в том, что неполные семьи, вот, но этой проблемы не было. Проблема была именно в залюбленности мамой. То есть, когда мама не позволяла своим детям активно развиваться самостоятельно, да, то есть, и вот я, поскольку уже проросла одну школу, теперь активно участвую в жизни второй школы и детского сада, очень часто мы сталкиваемся с такими мальчиками. Да, вы правы, у нас это прямо проблема сейчас нынешнего маленького поколения. Папы должны брать на себя роль. У нас тоже был такой момент, мы через это тоже прошли, когда папа вдруг осознал, что он очень мало времени проводит с сыном. Сейчас Колю пытаюсь. Да, мы сейчас у него это. Как это было, рассказываете? У вас так все красиво звучит у родителей. Ну, так как был первый, я постоянно не хотел находиться с родителями, ну, не было у меня желания, я хотел гулять и играть в компьютер. У меня уже тогда появился компьютер, мне вообще, как бы, мне кушать есть, пить есть, в школу у меня хожу, в одежде, все хорошо, кроссовки есть, все. Мне больше ничего не нужно было, я хотел гулять. И до какого возраста это было? Ну, до 17, почти 18 мне исполнилось, когда я уже пошел на первую работу. Я считаю, мне еще потерпеть три года. И это немного, да. Нет, на самом деле он себя наговаривает, потому что, когда родился Ваня, ему было 12. И он был гиперответственным братом, то есть его все мамы одноклассников знают как старшего брата Вани. То есть Ваня всегда был с ним рядом, он всегда заботился, он всегда ходил с ним гулять, он всегда его брал с собой, все друзья, у них там была одна сплошная тусовка, то есть, и вот, несмотря на то, что у них была, во-первых, ребята очень хорошие подобрались, я не знаю, как так получилось, но так получилось. То есть Господь дал нам таких друзей, которые заботились о маленьком, как о своем брате. То есть это прям... Ванька был сыном полка. Вот ничто не помогает взрослеть быстро нашим старшим детям, как младшие сестры и братья. Вот задумайтесь об этом, кто нуждается в том, чтобы дети поскорее позрослели и преодолели, кстати, переходный возраст. Надо просто маленьких родить еще и все. Давайте дальше письма читать. У нас есть противоположное такое письмо. Муж стал часто задерживаться на работе, придумывает разные причины, совещания, которых в это время быть не может. Унижать себя скандалами не хотела, хотя подозревала присутствие кого-то в его жизни. Недавно все подтвердилось. У него роман с коллегой по работе. Мне он сказал, что у его сотрудницы дома неприятности, и он хотел ее поддержать. Но мне уже была нужна поддержка. Я плакала круглосуточно. Он стал критиковать мою внешность. Мне 58 лет. Все время норовил сделать больнее. Вызывал меня на конфликт. А когда я начала срываться, говорил, что с тобой жить невозможно. И снова поздно приходил. У нас и взрослые дети, но все равно для них наше расставание станет травмой. Что мне делать? Екатерина из Москвы. Вот, казалось бы, уже 58 лет, да, и вот такой серьезный конфликт, кризис. Но семью нам нужно сохранить. Как нам это сделать? Отец Василий, какой совет? Ситуация, конечно, очень сложная. Потому что, конечно, душа человеческая, она подвержена страстям. И здесь без этих страстей и каких-то искушений не обошлось. Кто-то к этому приложил усилия. Вот, но, конечно, надо поговорить и не то, чтобы выяснять отношения, да, вот со скандалом, там, с тряпками, со сковородками, нет. Надо просто спокойно сесть и поговорить. И надо понимать, что человек, в общем, человек создан Богом, свободным человеком. Это относится и к любви, да, никого нельзя заставить себя любить или никого нельзя здесь насильно оставить в семье. Надо сохранить семью и все, любые способы. Нет, семья, она строится на свободе человеческого выбора. И нужно поставить человека перед выбором, сказать, вот мы с тобой прожили столько лет. Конечно, я сейчас не дам такой вот совет, советов, да, но вот с этого, может быть, начать. Давай с тобой поговорим, что случилось. Вот, конечно, вот то, что он обвиняет, это проявление слабости, страсти человеческой. Да, он этим обвинением пытается оправдать свой греховный поступок. Я так поступил, потому что ты не такая. Нет. Он так поступил, потому что он не такой. Он не сумел сохранить эту любовь. Он проявил такую лень духовную. Ну вот мое частное мнение, да, в том, что разлюбить человека невозможно, потому что любовь – это не чувство, это состояние человеческого бытия. Я об этом неоднократно говорю. Чувствует тот, кто через свое «я» это пропускает и ради себя, так скажем, совершает эту любовь. Но здесь не через «я», здесь существует тот, кого ты любишь. И надо поговорить, что произошло. И ты должен сделать свой выбор. Удержать человека невозможно. Надо дать ему возможность поставить его перед выбором. Вот то, что было. У тебя есть «я», у тебя есть семья, у тебя есть наш жизненный путь, который мы вместе прошли. И у тебя есть вот эта сиюминутная страсть, которая возникла, даже, может быть, несколько месяцев. Но человек должен понять, что это страсть. Чем страсть отличается от любви? Любовь, она не проходит, и разлюбить нельзя. А страсть, она проходит всегда в силу тех или иных обстоятельств. Вот сейчас человек красив, привлекателен, у него хорошие физические данные, да, с ним приятно общаться. Что будет дальше? Что-то в жизни произойдет, а непременно что-то произойдет. Со страстью всегда так бывает. Эту перспективу надо человеку показать. Вот человек может заболеть, может измениться с возрастом, может тоже впасть в какое-то искушение. Если так легко произошла эта страсть, значит, в отношении другого человека она тоже так же легко может произойти. И что будет дальше? С чем ты останешься? Ну, это сразу понять невозможно. Человек ослепленный, не случайно говоря, страстью, он этого не видит. А вот здесь надо дать свободу, чтобы он сделал это. Вы правильно говорите. И здесь, конечно, многое зависит от самой женщины, тем более и взрослые дети. Если все-таки они идут по пути веры и обращаются к Богу, я знаю, вот достаточно много случаев, когда жены вымаливали своих мужей, избавляя от такой страсти. Потому что молились за мужа, который как-то заблудился, впал в это искушение, не справился с ним. Вот попробуйте, тем более, видите, как получается, дети выросли, вы одна дома, он поздно приходит. Акафист, 40 дней, вот все батюшки рекомендуют. Акафист, Петру и Февронию, например, святым, который брак укрепляет. И вы увидите, начнет раньше приходить, а потом придет. Вот я несколько ситуаций знаю с знакомыми, когда приходил, говорил, я как одурманин был, я не знаю, что со мной происходило, но я не могу туда вернуться, все, я к тебе хочу. Вот и будет так, обязательно будет, поверьте. Только помолитесь усердно, сурогни. А еще если дети начнут молиться за отца, то еще будет действие. Конечно, надо не только носить тяготы друг друга, но и друг за другом молиться. Это вот самая сильная молитва супругов друг за друга. У нас приходит письмо, вот такое пришло. Я финансово тяну на себе всю семью. Вот что по совету этой женщины мы решим после того, как выйдем с небольшой паузы. Не переключайтесь, пожалуйста. В эфире снова служба спасения семьи. Мы продолжаем зачитывать ваши письма. Вот очередной крик отчаяния. Да, я зачитаю. Здравствуйте, помогите советам. Хотя я внутренне, наверное, уже готова к разводу. Я финансово тяну всю семью. Работаю на двух работах. Муж мне не помогает. Уволился с работы, никуда не устроился. Лежит на диване. То у него депрессия, то якобы он ищет работу. Но по факту помощи нет никакой ни дома, нигде. У нас двое детей. 10 и 13 лет. Дочь и сын. Для них это тоже плохой пример. Все это длится уже два года. Ему ничего не надо. Все его устраивает. Зачем нужен такой муж, если я все могу сама? Не знаю, какой тут может быть совет, кроме как уходить. Но как делить квартиру? Такой вопрос. Что делать? Спасибо. Это начинается. Помогите советам. Мы вот в нескольких наших программах уже выработали один совет. Когда говорят, собираюсь развестись. Первый совет. Не разводитесь. Это вот самый главный, самый важный совет. А дальше постараемся все вместе решить эту проблему. Вот, Светлана, как быть-то, когда жена работает, зачем такой муж нужен? Он лежит, понимаешь, такой красивый на диване. На самом деле, женщина старует мужчину. Ну, то есть, она помогает мужчине расти. И она помогает, я считаю, ну, по крайней мере, я в нашей семье так было, да, то, что женщина является неотъемлемой частью своего мужчины. Да, то есть, она, то вдохновение и та помощь ему, да, если он лежит на диване, ничего не делаете, значит, вы ему это позволяете. Значит, для вас это норма. Значит, для вас это... Не нужно ругаться при этом, да, нужно находить другие рычаги воздействия на мужа. Можно его стимулировать по-разному, да, можно хорошими словами, можно найти в помощь ему какую-то, да, оказать какую-то помощь, найти ему какую-то работу, да. То есть, когда мы познакомились с Михаилом, он был монтером путей в метрополитене. Сейчас он заместитель генерального директора. Ну, на самом деле, я не думаю, что прям совсем все так критично, потому что если мужчина все-таки делает попытки найти работу, значит, еще не все потеряно. Можно, конечно, обвешаться ярлыками и говорить о том, что ты такая, вот, я такая молодец, я тяну всю семью, я вот, он там... Но все равно он же что-то делает. Если вы два года все равно это терпите и так далее, значит, все-таки есть какие-то попытки, значит, есть вера. Значит, надо просто поверить и, возможно, что-то сделать с этим человеком, попробовать с ним тоже помолиться, поговорить, обсудить эту проблему. Почему? Возможно, у него какой-то надрыв случился, да, возможно, проблема. Ну, это как раз мы обсуждали в том, что в семье проблема в двух людях, а не в одном. Не он такой плохой, да, возможно, что-то его угнетает. Мне кажется, надо начать с простого. Вот вы уходите на работу, тем более у вас две работы. Магнитик такой на холодильник, да, и листочек, список домашних дел ему там. Купить те, что убрать там, сделать то-то, то-то. Вечером приходите, если ничего не сделано, не приготовлено, скажите, ну, дорогой, извини. Супруга усиливает этот момент. И так на мне все держится. Ну, зачем что-то делать, если на тебе все держится, да? И второй еще есть такой духовный момент, на который тоже надо обратить внимание. Он начинается с такого заявления. Все на мне держится. Я обеспечиваю семью. Почему вы решили, что это вы обеспечиваете семью? Ведь все, что у нас есть, дает нам Бог. У нас же ничего своего нет. Своим человек может назвать то, что нельзя у него отнять. А что у человека нельзя отнять? Наверное, только любовь нельзя у него отнять. И так вот устроена жизнь, что Бог нам подает все необходимое. Не заботитесь о том, что вам есть и что вам пить. Ибо птицы небесные не жнут и не сеют, и Бог питает их. А царь Соломон не одевался во всей славе своей, как одеваются цветы полевые, да? Если вот иносказательно процитировать Евангелие. Но и здесь нужно подумать о том, что не на вас все держится. Просто Господь вам дает такую возможность, чтобы через вас как-то это реализовывалось. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Прожили с мужем, 15 лет сыном. Но в свое время он учился заочной. Поднакомился, видимо, во время учебы с женщиной. И ушел к ней. Семеново остановить не удалось. Хотя и пыталась я, как на ее стороне. Но у меня проблема такая. Сын не хочет общаться с отцом. Не знаю, что делать. Обзывает его предателем. Ну и вот такая вот ситуация. Что делать? А сколько лет сыну вашему? 15 лет. А, 15 лет. Ну, точно такой сложный переходный возраст еще. Да, да, да. Вот, понимаете. Дело в том, что когда я обращалась к психологу, психолог, естественно, сказал, что он уже взрослый, ничего не надо скрывать. То есть все нужно было рассказать. То есть было все рассказано. Никакой не хочет общаться с ним. А я так понимаю, не настраивало его. Ничто. Я говорю, что все бывает. Это же жизнь. А муж ваш, ваш муж, хочет общаться с сыном? Отец? Да. Пытается, да, попытается. Вот категорично отказывается. Ну, он-то переживает, что сын не хочет с ним общаться, или так? Ну, сложно, наверное, это, я не знаю, какие там чувства его, но попытки же есть. Попытки есть. Тот не берет трубку. А что, какой-то конфликт был? Встреча не подходит, не приходит. Подскажите, а какой-то конфликт был между сыном и отцом? Нет, конфликтов не было. В том-то и дело, что все произошло на фоне полного благословения. Это просто было как благодарен для меня. Произошло это после того, как вы рассказали все по совету психолога? Ну, вы знаете, чувство ребенка тоже нельзя было залить. Почему еще? Он был очень активным молодым человеком. А после этого, вы знаете, он еще и замкнулся. Стал очень не общительный. А скажите, пожалуйста, вы в храм ходите вообще? Вы верующий человек, ходите в храм? Я, да. А сын с вами ходит? Пыталась, да, пыталась ребенка тоже туда как-то с собой. Нет, ну пыталась, а получилось, нет? Не получилось, да? Да, да. Сложный период, конечно, у детей вот в этом возрасте, они склонны к максималистским таким оценкам. Это понятно, потому что ребенок чувствует, что все неудачи в жизни, которые у него происходят, то, что он живет без отца, это вот из-за этого предательства. Да, Светлана? Да. Как ребенку объяснить? На самом деле, в тяжелый период вот этого пубертата, да, то есть у детей своя, скажем так, своя логика, да, свое мировоззрение. Вот, я вот как раз, вы задали тот вопрос, который я хотела задать, это про походы в храм, то, что, конечно, мне кажется, что мама, она в этот период воспринимается иногда в штуки, да, то есть и оба родителя, возможно, он винит не только отца, вот, возможно, то есть и с ним должен поговорить человек, который смог бы ему объяснить, да, что нужно прощать, что нужно научиться прощать. И этот человек должен быть извне. Если психолог с этим не справляется, то мне кажется, что вы как раз в храме, да, то есть вот тоже, детям очень хорошо и очень доступным языком, особенно подросткам, объясняют сейчас, это очень доступно, им помогают вот как раз справиться с их вот этими страстями в 15 лет, да, с их гормонами, да, и объясняют, что люди бывают разные, грехи бывают разные, прощать нужно учиться. И, ну, я очень знаю много подростков, которые через храм, через веру научились вот как раз бороться с этими вещами. Ну, так, может быть, у Николая была такая история, было у вас, что вы там свои 15, 16, 14 лет приходили в храм, и священник давал тот ответ, который дома вы не нашли? Ну, каких-то таких особых разногласий с родителями не было, и каких-то советов мне сильно не нужно было, честно говоря. Ну, психологи, это хорошо, но вы знаете, я не знаю, может быть, я тоже максималист подростковый такой, я считаю, что лучший сеанс психотерапии – это всё-таки исповедь и разговор с батюшкой. Это действительно так. Когда говорят, что вот не нужен психолог, ну, а вы в храм ходили, а вы исповедовались, а вы каялись, его молитвы читали, а вы разговаривали. Мне кажется, здесь, во-первых, нужен личный пример, давить нельзя ни в коем случае. Вот пойти в храм, конечно, хорошо бы, если бы священник был в курсе вот этой проблемы заранее, да, не просто. Катюшку можно домой пригласить. Да, можно, да, можно квартиру осветить, например, да, и как-то непринуждённо, чтобы этот разговор состоялся, но для этого разговора нужны какие-то доверительные отношения всё-таки. Может быть, здесь как-то действовать через каких-то, через какие-то общие авторитеты, которые бабушки, дедушки здесь могут помочь. Ну, и я не соглашусь с тем, что по совету психолога надо всю свою личную жизнь рассказывать, всё, что было. Грехи родителей – это грехи родителей. Придёт время, что-то, может быть, и узнают дети о своих родителях, но не нужно. Это преждевременно было, конечно, с учётом вот этих психологических особенностей, да, подросткового возраста. Не нужно этого всего было делать, конечно. И не нужно сейчас вот настаивать на этих встречах с отцом. Это должно быть естественным образом, то есть это желание общения. Оно возникнет через какое-то время, пройдёт время, и будут заданы ещё какие-то вопросы. А где папа, что с папой? Вот. Самое главное сейчас не давить и так мягко, через авторитеты, через друзей, через священника предлагать сделать правильный выбор. У нас бывают очень разные истории, пишут нам разные люди, разные свои жизненные ситуации. Вот одна из них. Недавно встретил свою первую любовь. Он созрел и приехал за мной. Эту историю и как из неё выйти, мы обсудим после небольшой паузы. Не переключайтесь. Ну что же, мы продолжаем. Это служба спасения семьи. Я зачитаю следующее письмо. Я замужем, есть ребёнок пяти лет. Недавно встретил свою первую любовь. Мы расстались, потому что он не был готов к серьёзным отношениям. Сейчас созрел и приехал за мной. Он живёт в деревне, говорит, что нужна хозяюшка на ферму, а фермерство – моя стихия. Муж у меня программист и финансист. Это скучно. Хочу новую семью. Вот кажется, что счастье, оно где-то. Там, где нас нет. Да, вот позвали, а куда позвали, и что там будет, а будет всё то же самое, как правило. Нет, 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 ещё не то же самое. Но будет хуже. Ну, нужно хозяйка на ферму. То есть, значит, сапоги повыше, перчатки, лопата, и за коровками выгребать. Потом проходит время, и… Она говорит, господи, тот-то был программист, какое счастье. А тот-то был, да. Ни навоза, ни коров. Счастье, оно было рядом, вот. Уже была семья, но я сама всё разрушила. Так бывает часто. Знаете, когда люди проживут вместе, вот мы, священники, с этими ситуациями сталкиваемся. А потом вдруг через соцсети находится бывший одноклассник или одноклассница. Когда, да, помнишь, у нас такая любовь была, а сейчас, а ты как, а я вот так. И начинается искушение, которое иногда приводит даже к такому грехопадению, к преступлению против любви. И надо осознавать свою ответственность, да, перед своим супругом о том, что это же тоже с любви начиналось. Это же не просто так вот раз встретились, сошлись, и вот семья, и без любви, и всё. Ведь любовь тоже была. Вопрос в том, что вот эти отношения из прошлого, а любовь ли это? Может быть, это добрые воспоминания? Может быть, это ностальгия по молодости? Может быть, это иллюзия, которую люди друг другу создают? Сейчас всё хорошо. А вот если бы этой ситуации не было бы, вот этих вот иллюзий не возникли бы, да, оно же вот так же и продолжалось, всё бы было бы хорошо. Надо укреплять то, что есть, надо молиться за свою семью, стоять за неё, защищать её от этих искушений, потому что это война духовная, надо об этом думать тоже. Вот. Ферма пройдёт, а любовь... Нам всем кажется, что мороженое было тогда вкуснее, да? И деревья были большими. И деревья были большими, и солнце было ярче, да, поэтому и вот это вот всё искушение, оно именно оттуда как раз и идёт, что тогда это было ярче, лучше, вот эти вот воспоминания юности, вот эти вот, да, то есть мне кажется, что это именно вот только воспоминания... Соблазны. Соблазны. Сейчас трудиться надо, понимаете, окажется, туда вот прыгнешь, и там вот любовь, новая жизнь... Как издал на ферме надо трудиться, там вкалывать надо. А женщина никогда, вот если она мама, она не подумала о том, что сейчас её ребёнка и его отец любят, а как к нему будет относиться тот мужчина? Да, тут же фраза гениальная. Фермерство, моя стихия. На самом деле, вот эта стихия для женщины, это должна быть её любовь к своим близким, к семье, к детям, потому что женщина спасается в семье, спасается чадрождением. И здесь вспоминается сразу книга бытия, да, что плод был сладок на вкус, да, а после того, как его вкусили, Адам и Ева, что произошло? Произошла трагедия. Не забывайте то, что отец Василий говорит. Плод был и на вид очень прекрасен, и сладок, а после этого грехопадение их знаний из рая. Есть такая картина, Адам сидит у вороту рая, закрытых на ключе, плачет. Вот чтобы не оказаться в таком положении, не соблазняйтесь. Но, к счастью, разные бывают мужчины, и разные женщины, разные случаи. И герои нашего следующего сюжета – супруги Борисовой во всех трудных ситуациях вместе, даже тогда, когда решалась судьба их сына. И главной опорой для жены стал именно её супруг. Как и должно быть, впрочем. Давайте посмотрим. Анастасия и Алексей Борисовы – счастливые родители троих прекрасных детей – сейчас не очень хотят вспоминать тот день, когда врачи озвучили страшный диагноз их будущего ребёнка. Молодая, неопытная тогда Настя не знала, что делать. Врачи настойчиво предлагали аборт. На первом УЗИ или на втором буквально нам сказали, что у ребёнка порог сердца и что нужно делать аборт. Да, на самом деле так было. Страшно очень. Но за счёт того, что у мужа была очень сильная вера, он не разрешил этого делать. Было очень страшно. Мы были в смятении, не знали, как поступить лучше. Для многих подобный неутешительный прогноз мог бы стать руководством к прерыванию беременности. Но счастье, что Анастасия тогда нашла поддержку у самого близкого человека – мужа Алексея. Ну, муж настоял, и поэтому будем заботиться о нём, какой бы он ни был. Этот случай скорее исключение, нежели правило. Как часто мужчины либо становятся на сторону врачей и говорят, а вдруг ребёнок родится нездоровым, либо вовсе молчат, что не добавляет женщине оптимизма. А бывает и уходят, не желая общаться с той, у которой проблемы с беременностью. Алексей – пример православного мужа, сам из многодетной верующей семьи. И его слова и молитвы стали главной опорой для находящейся в смятении Насте. Жена была беременная. Сказали, что порог сердца, к сожалению, делайте аборт, иначе, в противном случае, вы будете мучиться с этим ребёнком. Но у нас не было никаких малейших сомнений, что родиться больной. Тем более на всё воле Божие. Просто попали на волю Божию. И вот так же отец Олисей нас и успокаивал, и поддерживал. Да и он, к счастью, нас всю жизнь поддерживает и наставляет нас на истинный путь. Опасения были напрасными. Диагноз не подтвердился. Серёжа родился абсолютно здоровым. Занимается спортом, радует родителей успехами в школе. Хочу куточку покормить. А как страшно представить, сколько детей не рождается на свет именно потому, что когда-то кто-то усомнился в смысле их рождения. Бог же даёт жизнь, наделяет душой. Почему же мы сомневаемся? Какое мы имеем право? Вера, вера в Бога, ну я считаю, что это просто необходимо. Потому что если мы без веры, мы, ну никуда, просто никуда. Иначе, просто если не верить, то, не знаю, можно сделать много ошибок в нашей жизни. Много ошибок. Из которых, к сожалению, потом либо трудно исправить, либо невозможно будет исправить. В награду за стойкость в вере, правильный выбор, смелость и преданность Господь послал Анастасии и Алексею ещё двоих детей. Их любовь, пройдя через испытания, только приумножилась. Дети воспитываются в вере. Они радуются каждому дню и мечтают о том, что их семья станет ещё больше. Все дети, у которых полноценная семья, они, глядя, подражают родителям. И также продолжают быть полноцелой семьёй, несмотря ни на что. А разводятся это потому, что не терпят до друга. Потому что в любом положении, в любой ситуации нужно убить, любить, прощать. И немножко смириться. Даже если кто-то неправ, там, Илья, либо супруга. Просто промолчать лично. Мария Чугреева, Виталий Пересыпкин, Ксения Костина, телеканал «Спас». Хорошая очень история, потому что сила веры у мужа была сильная. Спасла ребёнка. В эфире служба спасения семьи. С нашими экспертами, священниками мы будем стараться помочь спасти именно вашу семью. Вы слушайте своё сердце, уповайте на Бога, ну и пишите письма на наш электронный адрес или по номеру телефона. А главное помните, безвыходных ситуаций не бывает. Божьей помощи вам. И до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»